В Краевом центре начинается судебный процесс над двумя угонщиками автомобилей, жертвами которых за год стали как минимум шесть автовладельцев. Подсудимые – приятели, которые начали свою криминальную карьеру врозь, но потом объединили усилия. Материалами расследования установлено, что один практиковал грубый взлом, другой использовал электронные методы проникновения. Если первый сначала открывал капот и обесточивал противоугонную систему, другой при помощи код-граббера записывал электронный импульс антикражного брелка. Записывается сигнал, и при наступлении возможности, когда потерпевший уходит, либо в ночное время суток, преступники, используя ранее записанный сигнал, отключают сигнализацию. Сворованные автомобили прятали в гаражах от стойниках. За них угонщики собирались выручить деньги, но имели проблемы со сбытом. Выборка машин была более чем репрезентативной. Класс люкс подельников не интересовал. Угонялись машины, оставленные на ночь во дворах. На счету напарников были Ниссаны, премьеры Этиида, Тойоты, Алион и Чайзер. География Краш – район 2-го Хабаровска. Фигурирует в этом деле и пожар. Одну иномарку преступник сжёг, отчаявшись выручить за неё деньги. Хонда Аккорд полностью сгорела на улице Аэродромной. В рамках уголовного дела владелец транспортного средства заявил гражданский иск на 200 тысяч рублей. Почти все остальные машины удалось вернуть хозяевам в относительной целости. В ходе следствия 5 из 6 похищенных автомобилей были возвращены потерпевшим. Один автомобиль был обнаружен сгоревшим. Единственным крепким орешком в послужном списке оказалась Хонда Фит. Её в июне 2014 года подельники пытались угнать с улицы Школьной. Сосканировав код, преступники проехали на иномарке. Но когда она заглохла, сбежали, забрав магнитолу. Оказалось, что автомобиль был оборудован системой распознавания владельца посредством электронной метки. Оба гражданина 1986 и 1990 годов рождения уже попадали в поле зрения полиции. Один был судим и отбывал срок за квартирные кражи. Другой фигурировал в групповом угоне. Обоим грозит до 6 лет лишения свободы. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Александр Савчук.